Нижний Новгород Хороший вопрос. Начну с того, что я, наверное, больше лучше сделал в жизни у себя на родине в Пензе, где построил две церкви. Нежели одно в памяти о родителях, а другое подарил городу. У нас же не могут губернатора подарить себе, это сделать. У меня как раз про это был заготовлен в обоих. Вот. А второе, вы знаете, я не верю сейчас в молодежи. Молодежь сейчас стала все и сразу. У меня была такая группа Кватер, которые просто вытерли ноги, даже не сказать, что они с нами работали, мы им сделали имя, все. Вы, наверное, слышали эту группу и все. Вот такие вот неблагодарные люди. Поэтому мне очень хотелось бы сейчас помогать, потому что тоже обжегся уже не один раз. Владимир Шахрин в нашей студии отмечал то же самое, что молодым нужно сейчас все и сразу. Никто не хочет один раз пытаться поступать. Ну, останутся у разбитого корыта. Вот и все. Боженька-то все видит. Вот, кстати, по поводу часовен. Вы религиозный человек? Ну, я верю в Бога, но я не хочу сказать, что я знаю все праздники. То есть Бог должен быть в твоей душе. И если ты ходишь в церковь и веришь в Бога, надо быть добрым человеком и делать добрые дела. Следующий вопрос. Как говорят, знаете, человека можно обмануть, а Бога не обманешь никогда. Да, поэтому... Да, мы слушаем следующий вопрос. Елена, Елена, и очень хотелось бы узнать, почему у вас так мало клипов? Хотелось бы видеть вас чаще. Спасибо большое. Почему так мало клипов? Ну, что я... Ну, сделаю клип еще очередной. Будет лежать на полке, потому что не формат. Поэтому телевидение радиостанции для меня, ну... Постолько-поскольку. Вы знаете, я от этого не страдаю сильно. Страдают просто мои зрители, которые... И радиослушатели, которые хотят слышать меня и слушать. Вот. Те уже, кто приходит ко мне на концерт, так же, как вот сегодня, в Театт Опербалета в Нижнем Новгороде, и они уже поймут и увидят, что... Это лучше клипов. Да, при том очень много стал в последнее время молодежи ходить. Наверное... То есть самые неблагодарные, между прочим. То есть самые неблагодарные молодежи. Нет, именно благодарные молодежи. Про всех нельзя говорить. Что вот другая молодежь. И много детей стало ходить, наверное, потому что проходит через какое-то одно или два поколения, уже люди немножко по-другому смотрят на жизнь, слушают другую музыку. И поэтому, наверное, есть выбор. Ну, мне приятно. И столько слышать приятных слов. Я думаю, что любому артисту будет приятно. То есть детей... Цветы, аплодисменты – это самое-самое лучшее. И когда ты поешь Ари Мистер Икс, люди встают на этой песне. Весь зал. Для тебя это самое лучшее признание и аплодисменты. И не сердце, если ты бегать на балкон, я бегаю на балкон. Такой вот бонус всем зрителям, которые сегодня будут на вашем концерте. Вот по поводу детей. То есть на вашем примере детям прививают хороший вкус, уже приводя на такой хороший голос. Ну, вы знаете, не совсем скромно сказать про меня. Вот если они пришли ко мне на концерт, они прививают вкус. Ну, я стремлюсь к хорошей музыке. Я же тоже не робот. Я тоже могу в чем-то ошибаться. Но я стремлюсь к хорошей музыке. Значит, зрители, которые приходят на меня, они тоже стремятся к чему-то хорошему. Притом Нижний Новгород – это интеллектуальный, культурный город. Поэтому мне приятно те люди, которые придут сегодня ко мне на концерт. Вот, Сергей, по вашим словам, сложилось впечатление, что вы белая ворона. То есть тусовок вы не любите, клипы вы не делаете, потому что они не формат. Вот это так? И не обидитесь ли вы на такое наименование? Ну, наверное, это так и есть, потому что... Слава Богу, что есть у меня зрители. Я благодаря зрителям, я существую, езжу на гастроли, приходят люди ко мне на концерт. Потому что там можно снимать клипы, да миллион можно снимать. И сто раз тебя будут показывать по телевизору, на тебя зрители не пойдут. Есть масса примеров таких артистов, но просто повторяться не хочется, говорить эти фамилии. Лучше быть вне всего, но зрители будут тебя любить и ходить на твои концерты. То есть редкий пример того, что можно быть белой вороной, на любви зрителей это никак не сказывается. Ну да, и всегда надо попадать в десятку. Если уж выступать, то вы выступать в хороших передачах. Большое спасибо. У нас в гостях был Сергей Пенкин. Спасибо. Вы слушаете радио Нижний Новгород, 99,5 FM. С вами Сергей Пенкин.